Это Винлайн Тайм. Если Спатак вчера сыграл в ничью, то для тебя, мне кажется, вчерашний матч был победным. Ты понимаешь, в каком смысле? Ну, я наконец-то стал чувствовать себя футболистом на самом деле. Все травмы отступили, ничего не беспокоит. И наконец-то могу наслаждаться футболом. И планирую, конечно, уже к матчам мартовским подойти в полной готовности. Здесь сыграло свою роль то, что у тебя были дифференцированные нагрузки. Ты мог пропустить утреннюю тренировку, выйти на вечернюю и наоборот. Да, было такое, потому что, когда много тренируешься, колено немного перегружается и начинает болеть. В итоге с тренерским штабом приняли решение, что много нужно регулировать тренировки. Я утренние тренировки пропускал, занимался в зале индивидуально на силу, а вечером уже тренировался. Но сейчас, думаю, что, слава богу, ничего не беспокоит. И уже, наверное, в полной мере буду тренироваться. Наш вчерашний соперник из Словении был похож немножко на рюкбийную команду. Наверное, инстинкт самосохранения в каких-то эпизодах срабатывал? Да нет, я не думаю, потому что нужно все эти товарищеские матчи наигрываем на мартовские. Поэтому, конечно же, нужно было по полной выходить. Если они играли жестко, так же играть жестко, агрессивно, я думаю, у нас это, в принципе, получалось. Но команда «Марьбор» такая типичная силовая команда, европейская даже, возможно, команда. Не давали нам играть и сами не играли. Поэтому, ну, хороший-хороший спарринг, хорошая команда. Есть у нас, так как получались как хорошие, так и плохие моменты. Что не хватило для победы? Или в данном случае все-таки победа не самоцель? Да, нужно всегда побеждать. Даже в товарищеских играх не хватило. Ну, наверное, мало создавали моментов. В принципе, контролировали игру, но мало создавали. И, наверное, хотелось бы больше создавать в атаке именно. В средней линии достаточно высокая конкуренция. Ты ее ощущаешь? Ну, конечно, ощущаю. Это хорошо, потому что с конкуренцией футболист растет. Мне нужен рост. Расти дальше. И, конечно, это хорошо, что есть конкуренция. Скажи, пожалуйста, чем отличались вчерашние игры от матчей в Катаре? Ну, тем, что Морибор играл более агрессивно, чем те команды, с которыми мы играли в Дохе. Более агрессивно и более европейский, наверное, был футбол такой. Наверное, излишне спрашивать, с кем тебе комфортнее играется в средней линии? Наверное, с теми, с кем ты привык в прошлом сезоне? Или же молодые футболисты так же хорошо себя проявляют здесь на сборах и нападающие, и защитники, и вратари? Ну, да, что касается молодых футболистов, ребята, все понимающие футбол, хорошо технически оснащены, поэтому никаких у них, в принципе, таких серьезных проблем нет. Ребята должны расти дальше, обязательно игровая практика должна быть у них. Поэтому с кем удобно играть в центре, покажет сезон, наверное. Все требования, которые предъявляет главный тренер, тебе понятны? Конечно, конечно, понятны. У нас очень много теорий. Перед каждой тренировкой мы собираемся, нам тренер объясняет, что к чему и почему. Поэтому все понятно сейчас, никаких каких-то вопросов лишних, других вопросов нет, не возникает. Многих смущает, что наша команда не заходит в зал, не работает со штангой. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, мы же футболисты, нам нужен мяч, поэтому у нас все тренировки с мячом, все игровые упражнения, поэтому кто хочет, индивидуально может заходить в зал и заниматься так же. Поэтому никаких вопросов, проблем нет. А в плане нагрузок? Мы также получаем нагрузки на тренировках, играя один в один или два в два. Эти, ну, хорошие упражнения. Поэтому с этим, я думаю, никаких проблем не может быть. Ну что ж, желаю тебе от души подготовиться на 100% к первым мартовским матчам, чемпионат, к Кубке России, ну и быть приглашенным в сборную и сыграть там достойно. Спасибо большое, спасибо. Время вставок